Свидетель Игнатий пишет Мы говорим о том, что пост — это не только ограничение в пище, это не только ограничение в похоти. Пост — это борьба и со всеми другими страстями. Если мы этого не знаем, если мы не будем учитывать особенности взаимодействия страстей, при которых сила одной страсти может легко передаваться другим страстям, то мы тогда не приобретем никакой пользы. Мало того, святые отцы разделяли все восемь страстей, о которых они знали, на две группы. К первой группе они относили первые шесть страстей, а ко второй группе — седьмую и восьмую, самая опасная — тщеславие и гордость. Если мы с вами во время поста будем следить только за первыми шестью страстями, да и то чаще всего мы следим не за всеми, потому что сребролюбие чаще всего не замечаем, уныние не видим, с гневом порой плохо боремся, который вдруг почему-то обостряется и усиливается, печаль не считаем за страсть и борьбу с нею совсем не ведем. По этой причине первые шесть страстей, даже если с ними качественно бороться, они могут передавать свою силу в седьмую и восьмую страсти, в самые опасные — тщеславие и гордость. Тогда греховная сила всех предыдущих страстей будет собираться во время поста в седьмую и восьмую страсти. Таким образом, если мы не будем бороться с тщеславием и с гордостью, тоже, как и с другими страстями, то по окончании поста эта накопленная сила, которая наскучалась, она бросится на все предыдущие страсти, и мы опять впадем в те же самые грехи, которые делали до поста. И мы опять потеряем все те плоды поста, которые мы так, казалось бы, пытались собрать по ходу исполнения поста. В таком случае результатом поста не будет пользы. Результатом поста, такого неправильного, могут быть вспышка страстей, воспаление, вновь воспаление страстей, да еще и с большей силой. И так, не зная вот этих определенных законов, которые установлены отцами, мы можем себе пост провести во вред. Как это бывает? Это бывает тогда, когда мы не знаем взаимодействия страстей, не следим за всеми страстями, не ведем должной борьбы, послабляем себе то в одном, то в другом. Одно считаем за грех, а другое вовсе не считаем за грех. В результате, вот такой пост может родить в нас самомнение, превозношение, надменность, гордость. В результате такого поста мы можем не только не приобрести себе пользы, а можем даже приобрести и вред. Будем следить за этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok